Здесь теперь есть и где размахнуться и где разбежаться. Глава города Олег Грищенко сегодня приехал в шестую саратовскую школу. Дети и взрослые похвастались долгожданным новшеством. В школе появился спортивный комплекс. Раньше, говорит, десятиклассник Саша Шевцов занимались на 60 квадратных метрах. То и дело рисковали разбить окно или угодить мячом в соседа. Был до этого обычный класс. Учебный, просто выбрана парта и получился спортзал маленький. На строительство спортивного зала и капитальный ремонт школы по программе модернизации образования выделили 45 миллионов рублей. Деньги потратили с пользой. Большой зал предназначен для старшеклассников и соревнований. В другом физкультура у младших классов. А в третьем занимаются хореографией и спортивными танцами. Крючочки, то есть для одного человека, все как бы необходимо. Мы пришли с культуру здесь, приселись, переоделись, просто заниматься. Да, ну отлично. Всегда говорил и буду говорить о том, что именно вот с таких вот мест как раз вырастают будущие олимпийцы, будущие чемпионы. Это там, где как раз школьник, ребенок, он может свои все способности раскрыть. Именно вот в таких местах. А вот так объект выглядел в прошлом августе. Строители работали оперативно и на совесть. Закончить спорткомплекс планировали года за полтора. Уложились за девять месяцев. Строители делали все возможное. Тут пришлось и очередями строить, потому что за раз фундамент нельзя было выполнить. Он достаточно сложный. К сожалению, спортивных залов не было. И нам вот приходится исправлять эту ситуацию. Потому что у нас огромное количество школ, где нет собственных спортзалов. Поэтому такая программа у нас сегодня в городе есть. Она работает. По возможности мы выделяем из бюджета деньги из разных уровней для того, чтобы делать такие пристройки. Сейчас школьники шутят. Комплекс почти как стадион. Помимо залов есть раздевалки, тренерская комната и душевые. Кристина Трушина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.